Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, коммунист Валерий Рашкин, так же, как и его коллеги по российскому парламенту, не верит в версию об участии российских спецслужб. По его словам, Вороненков не был крупной политической фигурой, а потому никакой угрозы Москве представлять не мог. Его свидетельские показания по делу Виктора Януковича Рашкин так же не считает сколько-нибудь существенными. В интервью РТВА и парламентарий высказал мнение, что убийство может быть связано с работой Вороненкова до прихода в политику. Это трагедия, это шок для меня, просто для шок. Я его действительно знал и работал целых пять лет вместе, как говорится, за одной партой. Он профессионально подготовленный юрист, хорошо знал законодательство, активно работал как депутат. У меня претензий как к работе депутата вообще не было. На сегодняшний день у меня сложилось четкое понимание, что версия, связанная с его работой в коммерции, с собственностью, связи с силовиками, которые у него были, она приоритетная, и ее надо прорабатывать. Тем более, что когда он был депутатом Госдумы, уже пытались завести уголовное дело, и там были заинтересованные личности, граждане, которые пытались с ним истребовать какую-то часть средства из его бывшей жизни, вот до депутатской, жизни до депутата. Биография Вороненкова до избрания в Госдуму и правда интересна. По некоторым данным, в середине нулевых в составе Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков он принимал участие в расследовании громкого коррупционного дела, так называемого «дела трех китов». В нем были замешаны высокопоставленные сотрудники ФСБ, в частности Олег Феоктистов. Последнего Вороненков еще в 2007-м обвинял в неудавшемся покушении на себя. А теперь есть версия, что именно Феоктистов причастен к убийству. Еще из биографии экс-депутата некая заочно осужденная в России предпринимательница заявляла, что Вороненков стоит за убийством ее партнера по бизнесу, но это никакого развития не получило. В конце 2014-го против Вороненкова возбудили уголовное дело по обвинению в рейдерском захвате здания в центре Москвы. И осенью 2016-го, после окончания срока полномочий в парламенте, Вороненков вместе с супругой, также бывшим депутатом, оперной певицей Марии Максаковой, уехал в Украину. Там они оба получили гражданство страны. Вороненков начал сотрудничать с местной генпрокуратурой и давал показания по делу о госизмене против беглого президента Виктора Януковича. А в России Вороненков был заочно арестован.